Еженедельные стройчасы. На них застройщикам готовы оказывать помощь или, наоборот, могут строго спросить за нарушения. В частности, на контроле администрации строительства ЖК «Горизонт». Сейчас компания «Бизнесленд» передает обязательства по завершению работ компании «Своярд». Подписан инвестиционный договор, идет передача активов. Определенные трудности в этом процессе есть, но в целом ближайшее будущее жилого комплекса в микрорайоне Чкаловский выглядит оптимистично. Не хочется предвещать события, но, мне кажется, там наладилась работа и старого застройщика, и вновь прибывший, который пришел на смену в «Своярд». Думаю, что там все закончится хорошо. Еще один строящийся квартал – Гагаринский, рядом с одноименной железнодорожной платформой. Ход работ также проконтролировали в рамках стройчаса. Компания «Векострой» достраивает два последних дома, а в прошлом году здесь, напомним, сдали детский садик. Застройщик, который честно выполняет взятые на себя обязательства, подает хороший пример другим. Там все хорошо строится, все хорошо, хорошими темпами. Соответственно, установленные сроки будут перед инженерной сети, муниципальной собственности. Я думаю, что там и строители достойны, и установленные сроки они сдадут объект на квартирные дома в эксплуатацию. В микрорайоне Жигалово в самое ближайшее время начнется строительство школы. Поэтому к развитию всей этой территории сегодня повышенное внимание властей. В частности, в рамках стройчаса рассмотрели ход возведения здесь жилого комплекса «Новая Жигалова». Компания «Строймонтаж» застраивает поле за жилыми домами по улице 8 марта, недалеко от озера Сиваш. Одно из обязательств – передать в муниципальную собственность инженерные сети. Это особенно важно с учетом подключения будущей школы. Она будет построена на этом пустыре, между старой застройкой и новыми многоэтажками. Кроме того, застройщик передает под муниципальные нужды часть нежилых помещений в построенных домах. Алексей Валов поручил рассмотреть возможность размещения в них объектов социальной сферы, здравоохранения и дополнительного образования детей. Как мы видим, будет и объект здравоохранения, и кабинет врача общего практики откроем, и детскую школу откроем художественную. То есть наполним социальным сегментом этот микрорайон, потому что он получается как бы и на отшибе, и какой-то депрессивный. Надо его на другой уровень выводить.